Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Сегодня у нас вторая серия увлекательнейшего, я надеюсь, двухсерийного фильма «Страсти по Браунгшвейски». Краткое содержание предыдущей серии. Дмитрий Фреско делится воспоминаниями о голодном детстве и ужасах нищего студенческого существования. Затем, остро обноченным ножом самура, кроваво шинкует мясо и сало, смешивает, набивает оболочку, не забыв прорекламировать магазин, ем колбаски, вялит в камере, не забывая прорекламировать свои золотые руки и самого себя и ест на камеру. Свинья. Вторая серия. Я уже успел составить свое впечатление о Браунгшвейской по ГОСТу и сегодня собираюсь, так сказать, вкусить мудрости германских колбасников. Любой человек, который встал на скользкий путь в домашнем колбасе, рано или поздно в сети натыкается на труды этого немецкого кулинара. Я говорю о Зевсе. Если вы в гугле наберете «Зевс колбаса», то получите просто огромную кучу ссылок. Не всегда, конечно, его рецепты подробные, не всегда все пояснения понятны, но если посмотреть на фотографии его творений, то сразу становится понятно, что он профессионал не просто с большой буквы «П», у него все буквы большие. Поэтому ничего удивительного, что вторую Браунгшвейскую я готовлю в соответствии с его рекомендациями. Спасибо ему еще раз огромное. В сегодняшнем Браунгшвейской соотношение говядины и свинины другое. Да и свинина в данном случае ни плечо, ни лопатка, а грудинка. Довольно жирная. Итак, сало, хребтовый шпик, говядина нежирная, свиная грудинка, жирностью явно больше 50%. Кроме того, соль нитритная, сахар и гораздо более богатый напор пряностей. Перец черный молотый, паприка, тмин, мускатный орех и опять стартовые культуры. Бесо-старт. Если вам религия не позволяет покупать стартовые культуры в магазине «Не ем колбаски», то можно, конечно, готовить и без них. Но тогда, для того, чтобы избежать брака, вам придется очень точно на каждом этапе выдерживать температурно-влажностный режим. А если у вас с режимом со школой проблемы, то не парьтесь. Покупайте стартовые культуры, покупайте специальную оболочку, предназначенную для сыровярения «Айцел», там же в магазине «Ем колбаски» и вливайте свины домашних колбасников. Говядину надо нарезать кусочками примерно 3 на 3 сантиметра. Она при таком размере гораздо быстрее подморозится. А свиную грудинку и сало кусочками примерно в сантиметр. В первую очередь потому, что сало, в принципе, жир значительно хуже проводит тепло, и поэтому промораживается медленнее. А теперь надо смешать все вместе, и мясо, и сало, и соль, и пряности, только пряности, конечно, в частности перец, нужно предварительно помолоть. Да, и кроме этих ингредиентов стартовой культуры тоже нужно сразу добавить. И хорошенько вымешать. Смешивать надо руками до равномерности, но без фанатизма, иначе весь жир поплывет. И чтобы руки не мерзли, а мясо должно быть охлаждено до 0 градусов, можно на руку напялить сначала натянную перчатку, затем латексную. За время нарезания и смешивания температура мяса неизбежно поползет вверх, ну, по крайней мере, у меня поползла. Поэтому опять отправляю его в морозилку, чтобы подморозить. Надо довести до температуры в минус 2 градуса. Подожду. Перерыв. Продолжаем разговор. Мясо подморозилось, и сейчас его надо пропустить через мясорубку. Решетка к мясорубке 4-5 миллиметров. И еще, чтобы при измельчении можно было проще сохранять температуру низкую, саму мясорубку тоже можно предварительно заморозить. Все вот эти вот танцы с бубном вокруг температуры делаются с целью максимально сохранить в целом виде кусочки сала, чтобы они не размазывались в кубасе, чтобы рисунок сохранился. И после завершения этого нудного процесса фарш нужно еще раз вымешать. Но опять же, хорошо перемешать, но при этом фарш не давить, не смазывать рисунок. Если за время измельчения температура поднялась выше плюс 4-5 градусов, лучше опять отправьте в морозилку, дайте опуститься до ноля, и тогда уже мешаете. И можно набивать. Для новичков на канале сообщаю, что обзор вот этого вот китайского колбасного шприца я уже делал. Если тот пропустил, смотрите здесь. Айцел, оболочка вот эта, предварительного замачивания не требует. И вообще очень удобно в работе. Набивать надо очень плотно. При завяливании колбаса будет усыхать, усаживаться. Если набить не плотно, то возможно появление внутри пор. Практически брак. Остается только ввязать. Процесс прост и не замысловат. Сначала делаем петлю-удавку. Набрасываем ее. И затягиваем. Очень плотно. А теперь делаем петлю для подвеса. Опять захлестнули. Ухватили. Вот за вот эту вот веревочку. И затягиваем. Затягиваем узел со стороны колбасы, а не со стороны хвостика. Это дополнительно уплотнен батон. Давайте еще одну петлю набросим. Вот так. Переворачиваем. И теперь надо подтянуть здесь. Прежде чем тянуть, надо уплотнить как следует батон. Я об этом говорил. Он должен быть очень плотный. Делаем петлю. Подтянули. Еще одну. Со стороны колбасы. И еще одну. Видите, с каждой вот этой петлей я сильнее и сильнее уплотняю батон. Для дополнительного уплотнения можно сделать перетяжечку здесь и здесь. А можно несколько перетяжек сделать. Давайте так и сделаем. Последнюю петлю набросим с этой стороны. Все. Обвязка завершена. Смотрите, какие упругие батончики. Теперь маленькое, но очень важное отступление. Если бы я вярил колбасу без стартов, то сейчас бы уже отправил их в холодильник при определенной влажности и температуре и пошел быстренько ставить одну, а может быть и 10 свечек соответствующему колбасному богу, чтобы в колбасе начались правильные процессы, а неправильные не начались. Ведь завяливание – это не просто сушка. Это в том числе процесс ферментативного разложения мясных белков ферментами и бактериями. И в мясе, в любом фарше присутствуют как правильные, нужные нам бактерии, так и неправильные, гнилостные, например. И вот этот процесс завяливания связан всегда с созданием таких условий, при которых правильные цветут и пахнут, а неправильные в этих условиях угнетаются. Так вот, температура и влажность подбираются технологами таким образом, чтобы угнетать неправильные. Но я читер, и у меня в составе фарша правильные бактерии – это те самые стартовые культуры. Поэтому я оставлю колбасу висеть при комнатной температуре на 2-3 дня. За это время стартовые культуры разобьются во всю шею, загнобят все неправильные культуры, и колбаса начнет зреть. Этот процесс можно определить 2-3 дня по покраснению. Она станет ярко-красной снаружи. И вот после этого ее можно будет убирать уже в камеру, но об этом чуть позже. Так что у меня перерыв на 2-3 дня. Прошло 3 дня, и колбаса уже очень отчетливо покраснела. Это значит, что стартовые культуры же во всю работают, и колбасу можно убирать в дверцу холодильника. Но я-то уже давно заботился созданием, не созданием, а конструированием камеры для сыровяла. Так что отправлю туда. Ну и выйти за мной, что ли, посмотреть. Так, ну все, я подготовился. К каждой колбасе я прикрепил памятку такую себе, где с одной стороны указана рецептура, по которой готовилась колбаса, а с другой стороны вес. Вес колбасы в тот момент, когда я ее набил, и текущий. Вот, например, вот эта колбаса была 380 граммов в момент набивки, сейчас на вес тоже 328 граммов. А цель, когда она будет готова, то я вычислил, это потеря 40% веса, где-то 230 граммов. Вот, все, отправляю ее завяливаться в свой ящик. Кстати, обратите внимание, вот эту вот колбасу, вы, если не пропустили ролик, уже увидели готовую. Это у меня салями. А мне еще ждать, когда она завяливается. Так, ну и рядышком я подвешиваю эту. Ну и кратенько, для тех, кто не знает. Это обычный холодильник, в который я воткнул дополнительный контроллер температуры. И сам холодильник подключен в электрическую сеть именно через этот контроллер. Здесь у меня выставлена необходимая мне температура. Соответственно, когда температура, в результате нагревания здесь тепло, ну, в полуподвале достаточно. Когда температура поднимается выше 12 градусов, контроллер подает питание на розетку, в которой включен холодильник. И холодильник, естественно, пытается охладить воздух в камере. Когда температура падает ниже 10 градусов, контроллер отключает питание холодильника, ну, в розетку в данном случае. И холодильник перестает работать. То есть я таким контроллером дублирую, по сути, работу встроенного контроллера-хладильника. И вот здесь внизу у меня стоит обычный ультразвуковой увлажнитель воздуха, который поддерживает по той же самой схеме, через контроллер влажности, влажность в холодильнике на уровне 70-75% относительных. Да, и уже внизу я установил обычный вентилятор, который у меня включается по таймеру. То есть внутри холодильника задается циркулирование дополнительного воздуха где-то 20 минут в течение каждых двух часов. Вот, но для того, чтобы проветривать, я просто периодически раз в день, раз в два дня прихожу, открываю дверцу и закрываю, и все. Можно было бы, конечно, с улицы протянуть какой-то там дополнительный подвод воздуха, но это стены дырявить здесь, не хочу. Ладно, встретимся с вами теперь уже, скорее всего, во время пробы замечательной брауншейской колбасы. Оставайтесь с нами. Наконец, долгожданная проба этой брауншейской колбасы. Прошлую вы видели в прошлом ролике. Вот здесь вот. И эту колбасу я буду резать вот этими ножами от Самура. Это коллекция Супер 5. Она форма, та же самая упаковка, но просто другая ткань. Но металл, если в серии Blacksmith, которую вы в прошлом ролике видели, посмотрите, если не видели еще, там стоит АОС-8, то здесь WG-10, пятислойная, пятислойная и заточка. Заточка, обратная линза. Я, на самом деле, до сих пор от этих ножей в восторге. Просто какая-то феерия. Ладно, не буду хвалиться. Так, разрезать-то буду вот этим ножиком. Да? Да. Вот он. Замечательно. Ну, так. Колбаса, если кто-то прошлый ролик пропустил. Вот это вот готовилось у меня аж 27 февраля. Сегодня 27 июня, то есть 4 месяца. 4 месяца. Она, как видите, очень сильно дала осадку. Пока я здесь камеру ставил, она полежала в тени вроде, но температура 32 градуса. Даже жир потек. Но я думаю, на вкусе это не сказалось. Ладно, давайте резать. Смотрите, здесь жирка побольше. Она не коптилась. Запах прелестный. Она чуть более мягкая, чем та. То есть в процессе копчения, а так колбаса, видимо, быстрее теряла влагу. И цвет непосредственно мяса менее красный, чем та. Так. Оболочка, кстати говоря, вот прекрасно отделяется. Никаких проблем с этой оболочкой. Я не вижу. Прям замечательно все. Ну смотрите, какое чудо. Просто чудо. Запах очень приятный. Чуть более мягкая. Вкус интересный. Кислоты, присущий вот этим самым колбасам. Испанские, по крайней мере, колбасам. Я практически не ощущаю. Интересная. Но вот эта гостовская подкопченная мне понравилась больше. Тоже могу смело порекомендовать. Если у вас нет возможности копчения, то тоже очень даже неплохой рецепт. Смело берите на вооружение. Готовьте. Спасибо за компанию. Да, напоминаю, что если соберете обновлять парк ножей, то по промокоду ФРЕСКО вы получите очень приятную скидку. Очень мне нравятся эти ножи. Прям очень. Ручками карта. Вот вы там хихикаете, но действительно, вот в этот раз сам уровень. Это просто космос. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!